МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Боевики обстреливают районы Авдеевки. Землетрясения в Непале есть ли среди погибших украинцы? Доктор Стальной Молот и Байбай. Мэдисон Сквергарден звенит от напряжения. На кого ставят букмекеры? Бои под Николаевым учебные. Используется новая техника. В чем сложность этих учений? Как новые навыки бойцов оценивает президент? И о каких дипломатических кадровых перестановках рассказал Петр Порошенко? Подробнее Кирилл Ющишин. Две десантные бригады. 79-я Николаевская и 95-я Житомирская. Штурмовая авиация, артиллеристы все вместе против одного противника. Условного. Таких масштабных и красочных учений здесь на полигоне не видели давно. Сначала цели разбомбила авиация и артиллерия. Потом в ход пошла пехота. Военные показали в деле много новых техники. К примеру, бронемашины «Спартан». Сложность этих учений состоит в форсировании Южного Буга. Десантники пересекали реку на БТРах и специальных самоходных понтонах. Учебные бои идут уже четвертый день. Сегодня на полигон прибыл президент. Петр Порошенко лично объехал боевые позиции и пообщался с солдатами. Среди них много новобранцев. Это уже четвертая волна мобилизации. Они могут называть достаточно уверенными. Особенно, если взять во внимание очень сжатые сроки их неподготовки. Сообщил президент и важную новость относительно экс-министра обороны в правительстве Азарова при Януковиче Михаиле Ежели. Сейчас он посол Украины в Белоруссии. Генпрокуратура официально объявила ему подозрение. Ежель проходит по уголовному делу об уничтожении тылового обеспечения украинской армии. И подозревается в нанесении государству ущерба более чем на 42 миллиона гривен. Президент также наградил орденами десантников, отличившихся в АТО. Один из них, подполковник Максим Миргородский, стал первым в Украине полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. В свое время, благодаря его батальону, сотни военных смогли безопасно покинуть Дебальцево. Кирилл Ющишн, Богдан Иванов, подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Наш корреспондент Геннадий Вивденко сегодня работал под Авдеевкой, это Донецкая область. Обстрелы со стороны боевиков, по его словам, там практически не прекращаются. Давайте посмотрим материал. Обстрел продолжается. Я принял морщик, в морщик. Так разрываются в воздухе снаряды зенитной установки. Боевики ведут огонь из пригорода Донецка Спартака по украинским укрепрайонам под Авдеевкой. С юморком армейцы называют это матчем «Зенит-Спартак». Про интенсивность обстрелов здесь говорит буквально все. Вот попадание от 120-мм мин, здесь когда-то была казарма бойцов ПВО. Сейчас укрепрайон «Зенит» перед Авдеевкой. Когда-то комфортное спальное помещение, теперь без напольного покрытия. Бойцы грелись тем, что под руку попало. Бывшая база ПВО вблизи Донецкого аэропорта. Теперь здесь нет, похоже, ни одного места, куда бы не попал снаряд или мина боевиков. Целый парк сгоревшей техники. Передышки во время обстрелов – считанные минуты. Противник в основном, как ведет себя. Периодически кошмарит нас, потихоньку постреливает. Артиллерия работает, но работает в каком плане. Просит перемирия, за это время потаскивает себе боеприпасы. Выполняет запасы. Забирает своих двухсотых. И потом, через час-полтора, начинает огонь. Утром и днем огонь из стрелкового вооружения не прекращается. Бойцы уже не обращают внимания. Защитники «Зенита» противостоят группировкам боевиков «Восток», «Спарта» и «Сомали». Часто по нашим позициям огонь ведут из жилого Киевского района Донецка. Украинские военные вынуждены молчать. Постоянные обстрелы сухо называют провокациями. Они постоянно перекрываются червоным христом об комиссии ОБСЕ. Чтобы ОБСЕ побачило в наших деях агрессивность в наших наберях. Мы уприняем его. Вот вы чуете, извините, стреляют. Что, если есть, значит, сбоку туда. Ничего, что не важно. Здесь крайне нужна броня для переброски бойцов или же элементарного подвоза воды. Современной техники не хватает. Защитники «Зенита» показывают БРДМ. Броневик-разведчик разработки более чем полувековой давности. С удобной боковой дверью и бронестеклами создал машину «Кременчугский конструктор». Дешево, сердито, сделана боевая машина с хорошей проходимостью, с нормальной защитой. Конечно, еще бы сюда дизельный двигатель, было бы вообще бомбой. Бойцы отдельного батальона плечом к плечу вросли в землю. Под огнем уже 75 дней. Волнуются за свои семьи. Хотя бы вот с ребят подоходный налог сняли, потому что многие кормят же свои семьи. Нам тут, по сути, деньги не нужны. Вот. А и так бойцы получают недостаточно много. Просто хотелось бы, чтобы иногда просто вспоминали, зачем мы здесь. Прошитые осколками, деревья здесь уже не растут. Зато пение птиц в укрепрайоне «Зенит» иногда даже заглушает звуки стрельбы. Геннадий Вивденко, Юрий Романюк, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. И прямо сейчас с нами на связи Руслан Смещук. Он находится в районе Широкино. Руслан, здравствуй. Какие новости у тебя? Наталья, ну вот, увы, в Мариупольском секторе фиксируется эскалация конфликта. Сегодня утром в поселке Широкино. Это уже традиционно самая горячая точка сектора. Боевики из артиллерии обстреляли позиции подразделения Национальной гвардии «Донбасс». В результате два бойца получили ранения. Один из них скончался по пути в больницу. Также обострение и в районе поселка Гранитное. Там противник использовал грады. Обстреляли поселок градами. С утра приезжали наблюдатели миссии ОБСЕ. Зафиксировали факт, откуда снаряды прилетели. И, соответственно, разрушение, которое они нанесли мирному населению. В результате обстрела были разрушены как минимум четыре дома мирных жителей. Из-за разрывов ракет начались пожары. Кроме того, из-за осколков погибли домашние животные. Это уже не первый реактивный удар по Гранитному. Мы тихо, мирно жили. Вот четвертый снаряд попал. За что я страдаю? Четыре снаряда подряд. Я же говорю, я человека погранила от этого, я же говорю. У меня уже сил нет. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенная активность дронов-разведчиков. Так что ситуация тут остается достаточно напряженной. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук об обстрелах мариупольского направления. Чуть позже у нас будет еще один материал из зоны АТО. Ирина Баглай сегодня работала под Горловкой. А пока о том, что нам рассказали жители оккупированных Донецка и Луганска. Давайте послушаем. Мы слышим четко стрельбу из тяжелых орудий по всему городу, предположительно в район аэропорта. Мы радуемся теперь всему. Удалось на день рождения спить торт из гуманитарной муки. Радуемся. Распустили зеленые листочки, которых раньше никогда не замечали. Мы радуемся, потому что мы радуемся, что мы вообще их видим. Слышно стрельбу со стороны счастья. Остановили выплаты пенсий. Выплаты идут в рублях. Но сейчас половина до сих пор осталась без тех же выплат, которые обещали. Зарплаты врачам, учителям не платят до сих пор. Нет денег. Продукты очень дорогие. И как пенсионеры выживают. Бабушки, дедушки такие все чистенькие, аккуратненькие. Роются по помойкам. Собирают вот эту молодую травку. Наверное, что-то будут варить. Ну, просто идешь и как бы сердце разрывается. Ну, даже, ну, 10-20 гривен. Ну, самих же их много нет. Участились визиты сотрудников МГБ ЛНР. В основном это образовательные учреждения. И большие производственные коллективы проводят беседы. Знаете, как, наверное, в 37-м году советуют выявлять инакомыслящих. Оставляют свои контактные номера с усиленным требованием, чтобы им обязательно перезванивали. Перезванивали тоже много людей вызывают. Сегодня из Днепропетровска в Донецк отправилась очередная автоколонна 18-го гуманитарного рейса. Около полусотни автомобилей везут в логистический центр штаба Донбасс-арены 840 тонн продуктов. Подсолнечное масло, крупы, макароны, сахар, муку, детское питание. Тушенки в этот раз не будет. От нее пришлось отказаться из-за плохого качества. В целом, на этой неделе на Донбасс собираются доставить почти 2000 тонн провизии. Продуктовые наборы получат 155 тысяч человек. Из-за недобросовестности поставщика со склада в Днепропетровске не выехало 3 машины с тушенкой. Часть банок сдутых, все банки грязные. Штаб оперативно рассматривает вариант замены тушенки при дальнейшем формировании продуктовых наборов на равноценной по калорийности продукт. Информационная безопасность. Почему в приграничных районах Одесской области продолжают транслировать российское телевидение? Это при том, что по всей стране уже год как отключили российские телеканалы из-за антиукраинской риторики и пропаганды. Подробнее Андрей Анастасов. В юг Одесской области здесь живут этнические болгары, молдаване, гагаузы и албанцы. Чиновники и политики уже открыто признают, Россия усиленно раскачивает этот регион в первую очередь антиукраинской пропагандой. Мы находимся в селе Жавтневая Болградского района. Это на границе с Молдовой. Население около трех тысяч человек. Большинство людей здесь смотрят кабельное телевидение. Проверим, какие каналы предлагает своим абонентам оператор. Родион Пандарь один из таких абонентов. Помимо привычного набора украинских вещателей, его телевизор принимает, например, РТР Молдову. С молдавской рекламой, но российскими новостями. Число провокаций со стороны украинских силовиков растет. То, что это манипуляция и ложь, говорит Родион, в селе понимают далеко не все. Сплошной негатив об Украине. Ну, расшатывание как бы ситуации. Ну, это нехорошо, на мой взгляд. Офис оператора кабельного ТВ находится в соседнем Измаильском районе. Отправляемся туда. Начальника не застали, но узнав о нашем интересе к пакету транслируемых телеканалов по телефону, он заверил, выводы уже сделаны. Некоторые программы, то есть наполнение данного канала не соответствует духу и времени, поэтому мы прекращаем транслировать этот канал. По нашим данным, подобные примеры с кабельным ТВ и в соседних районах. Между тем, говорят эксперты, куда хуже ситуация в приграничных селах области. Там плохо принимаются сигналы украинских вещателей из-за слабых ретрансляторов, зато хорошо российские, благодаря мощным иностранным передатчикам. Любой житель части Тарутинского, практически всего Арцийского, всего Болградского, всего Ренинского района может поймать российское ОРТ, первый канал российского телевидения. Это то, что ловится без спутника, на так называемый гвоздь, то есть на антенну. В облсовете о проблеме знают, предлагают путь контрпропаганды, пускать на юг Одесской области, а также на Донбасс, отдельный проукраинский телепродукт, но на русском языке. Перенастраивать людей, отталкиваться от того, что воспринимается абсолютно всеми, что необходим мир, что без мира невозможно развить, а дальше постепенно, аккуратно навязывать какие-то месседжи. Проблему, говорят в Одессе, нужно решать на государственном уровне, ведь в этом и заключается информационная безопасность Украины. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер. Мощнейшее землетрясение в Непале, почти полторы тысячи погибших в самой стране и в соседних Индии, Бангладеше и Китае. Есть ли среди жертв граждане Украины, сейчас проверяет наше Министерство иностранных дел, все подробности трагедии в материале наших корреспондентов. Дрожит не камера, дрожит все вокруг. Люди выбегают из своих домов, здания рушатся, а земля расходится под ногами. Катастрофа в Непале случилась около полудня, это 9 утра по Киеву. Произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов, затем еще несколько толчков. Мы вводим чрезвычайное положение, нам не обойтись без помощи международного сообщества. Эпицентр землетрясения находился почти в 80 километрах от столицы королевства Катманду, на достаточно небольшой глубине, меньше 10 километров. Поэтому его силу почувствовала не только вся страна, но еще и соседняя. Исторический центр Катманду почти стерт с лица земли. В груду камней превратилась одна из главных туристических достопримечательностей города – 60-метровая смотровая башня. Только под ее завалами могут находиться более сотни человек. Повреждены дороги, взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта. Во многих районах нет телефонной связи и электричества. Подземные толчки ощутили даже в Нью-Дели и других индийских городах. Жители выбегали на улицу, пытаясь укрыться от возможных разрушений подальше от зданий. Я был в машине, ее стало раскачивать. Думал, она вот-вот перевернется. Тогда я понял, что это землетрясение. Я почувствовал сильные толчки. Здание зашаталось, и мы спустились вниз с седьмого этажа. Толчки ощущались также в нескольких городах на севере Индии, в Пакистане и Тибете. На расстоянии полутысячи километров от эпицентра. На Эвересте, высочайшей вершине мира, землетрясение спровоцировало лавины. Там сейчас много туристов. Это время считается лучшим для покорения вершины. Увы, есть погибшие минимум 8 человек. С некоторыми лагерями связь установить не удается до сих пор. Елена Руденко, подробности, телеканал Интер. В России очередной танцевальный скандал. Ночные волки начали свой мотопробег. А оппозиционеры решили все-таки объединиться. Обо всем расскажет Вениамин Трубачев. Он в Москве. Российские оппозиционеры продолжают объединяться в единый политический союз. Они уже создали демократическую коалицию. В нее вошли 6 партий и общественных движений. Высказался в поддержку такого объединения и Михаил Ходорковский. Главная цель единым фронтом участвовать в местных выборах нынешнего года, а потом в Госдуму в 2016. Списки кандидатов формируются уже сейчас. Многие из этих людей разочарованы. Потому что за последние годы им навязывалось только одно. Это все бессмысленно. Невозможно никуда пройти. Невозможно победить. Мы докажем всем, что это не так. Ну а пока в интернете люди обсуждают не кандидатов, а новый скандальный ролик из Новороссийска. Шесть девушек танцуют под ритмичную музыку. На первый взгляд ничего необычного. Но защитникам морали не понравилось место, где был исполнен номер. А это мемориал мужества защитников малой земли. Во время Второй мировой там шли кровопролитные бои. Скандал дошел до мэра города. И теперь власти решают, как наказать девушек. Есть ли в этом криминал, решайте сами. Другие скандальные персонажи, байкеры из клуба «Ночные волки» сегодня отправились в мотопробег Москва-Берлин. Эта акция приурочена к 70-летию победы. Правда, как они собираются попасть на территорию Евросоюза, еще неизвестно. Ранее власти Польши запретили байкерам въезд в страну. Теперь отказывает и Чехия. И не только из-за сомнительной репутации клуба и его лидера по кличке «Хирург», власти этих стран подозревают, что байкеры могут спровоцировать конфликты. Пениамин Трубачев и Олег Невдомский. Подробности, телеканал «Интер», Москва. Имитация бурной деятельности. Почему организаторы Кировоградского антимайдана, чьи имена давно известны прокуратуре, до сих пор остаются безнаказанными? Подробнее Елена Брынза. Кировоград, 26 января прошлого года. На центральной площади два митинга евромайдановцев и антимайдановцев. Как только уходит кордон милиции, который их разделял, начинаются потасовки. В потасовке один из тетушек резиновым молотком разбивают головы троим евромайдановцам. Один из них Виктор Чмеленко. Позже он погибнет на Институтской в Киеве. Пострадавшие звали на помощь милиционеров. Однако те просто стояли в сторонке. Александра Майбороду, который избивал евромайдановцев в молотком, задержали только спустя два месяца, после нескольких сюжетов в подробностях. Суд длился почти год. И вот на этой неделе приговор. Четыре года тюрьмы. Евромайдановцы говорят, Майборода всего лишь козел отпущения. За организацию потасовок сажать надо экс-губернатора Андрея Николаенко и его зама Александра Чернявского, бывшего нардепа регионала Виталия Грушевского и бывшего главного милиционера области Константина Пожидаева. Те, кто привозил этих тетушек, те, кто давал молотки, подягал их, напоил их там разными спиртными напоями, которые организовали, а это и Николаенко, и Грушевский, и Чернявский. Они все-таки мают понести свою кару за эти злодеяния. Установить и наказать виновных обещали все постмайдановские прокуроры области. Их за год сменили трижды. Последний, назначенный в феврале, Анатолий Коваленко не стал исключением. В конце 2014-го в областной прокуратуре все же начали расследовать события 26 января. Уголовное производство открыто по факту превышения полномочий должностными лицами облгосадминистрации и главка милиции во время массовых акций. Сергей Михаленок, один из свидетелей по делу, рассказывает ему лично, экс-губернатор Николаенко тогда угрожал всех разогнать. Разгон Евромайдана в тот же день произошел и в Запорожье. Но дело еще прошлым летом передали в суд. Подозреваемых трое. Ныне покойный экс-губернатор области Александр Пиклушенко, председатель облсовета Виктор Межейко и бывший начальник запорожской милиции Владимир Серба. Последний в бегах. Предъявлены ли обвинения организаторам Кировоградского антимайдана? Их уже допрашивали. И когда завершится расследование этого резонансного дела, прокуратуре Кировоградской области пока отмалчиваются. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. В районе Горловки украинские военные зафиксировали передвижение танков противника. Пока боевики не атакуют, проводят учения. Тем временем в самом Майорске, это окраина Горловки, местные жители пытаются выжить. Подробнее Ирина Баглай. Дети, внуки и жена, спасайтесь, пожалуйста. Выезжайте отсюда. Мне кажется, что поселок Майорск уничтожат. Я помру здесь, на поселке. Местные до сих пор вспоминают бои в Майорске, хотя снаряды здесь не разрываются уже месяц. Пока тихо, берутся за лопатые сапки и на огород. Сначала вот такой урожай собрали. Вот это красные, это же взрывные, разрываются эти пули. Это нас предупредили. Магазины в поселке не работают. Гуманитарную помощь привозили два раза за полгода. Продуктами, которые доставляют волонтеры, помогают военные. Старики жалуются, за пропуском нужно ехать в Артемовск, затем ждать не одну неделю. Страшно. Ночами не спим, мы в подвале сидим. Есть нечего, хлеба нет. Мы тут выехать никуда не можем. Нет пропусков, не надо сделать пропуск. Как я поеду, я еле хожу. Я ходить не могу. Те, у кого сел побольше, уже на огородах, садят картошку. Хоть обстрелы здесь и прекратились, долго на улице стараются не находиться. Вера Алексеева зимой получила ранение, показывает все тело в осколках. Выжила. Но ранения не дают забыть о войне и за помощью обратиться не к кому. Дорогу до больницы не выдержит, а скорые сюда не ездят, да и страх не покидает. Я не выхожу, я боюсь. Вот это такая у нас сейчас процедура. Как только стреляют, надо сразу текать. Снайперы где-то сидят. И только оно слышно. Пух, тюк, а где она тюк? Где-то по крыше. Затаившуюся опасность показывают военные. Это САУ. Ракетная, самоходная ракетная установка. САУ называется. Вот это мина от нее, разрыв. Только она не разорвалась полностью. Не дай бог, конечно, мирным жителям сюда близко подойти. Сколько таких снарядов, неизвестно. Сегодня вдоль дороги в посадке саперы обезвредили растяжку. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности, телеканал Интер. 95 лет назад там боролись за независимость Украины. Теперь за ее целостность воюют потомки этих воинов. О Халагноярских торжествах подробнее Станислав Кухарчук. Десять утра. Тулумбас Черных Запорожцев созывает гостей на Богданову гору. Этот старинный инструмент неотъемлемый атрибут Халагноярских торжеств. Закликал в бою, откликал в бой, подчас похоронил, подчас святкования. Уже 20 лет подряд здесь, на родине Богдана Хмельницкого, проводят Дни памяти бойцов Халагноярской республики. После революции они боролись за независимость Украины. Спустя 95 лет снова борьба за целостность страны. В этих колоннах бойцы, которые вернулись в передовой. Верность народу и Украине они уже доказали. Но здесь ребята с честью еще раз повторяют клятву за своими командирами. Вера, ребята! Служите украинскому народу! Служите украинскому народу! Среди уже известных шевронов добровольческих батальонов малоприметные нашивки Легиона Свободы. Это украинские националисты. Их в зоне АТО 800 человек. Младший лейтенант Владимир Назаренко уверен, сейчас их Легион духовное ядро армии и милиции. Мы и идеологично, и морально, и духовно поддерживаем и боевый дух. То есть не раз приходилось и на боевых позициях сказать, что мы все-таки националисты, мы пришли не за гроши, мы пришли там не за ордены, не за медальки. Но сегодня были и награды. Командиру Легиона Свободы Олегу Куцину вручили почетный орден «Холодный яр». Получили награды и те, кого уже нет в живых. Сын Любови Антоненко Павел погиб под Дебальцевым. У ордена от государства семья может и не дождаться. А вот церковную за жертвенность и любовь к Украине сегодня вручил Филарет. У Бастиона Дорошенко бойца АТО осветили свои знамена и маршем пошли по улицам старого Чигирина. Чтобы напомнить жителям, что война еще не окончена. Встрече в Чигирине продлятся все выходные. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Сделаем Украину чистой. Эта акция сегодня проходит по всей стране. Массовая уборка и в Днепропетровске. Люди пришли на субботник к памятнику летчикам 81-го авиаполка. В годы Второй мировой легендарный экипаж самолета ценой собственной жизни уничтожил переправу немецких войск. Возле монумента памяти жители города высадили молодые деревья. Теперь здесь будет аллея памяти погибших героев. С 2010-го по 2013-й год на Днепропетровщине мы восстановили, иногда заново построили, отремонтировали больше чем полторы тысячи памятников, монументов, братских могил нашим героям. В том числе это наш ответ тем, кто задает вопрос сегодня, что делать. Надо просто работать. Засучив рукава, ремонтировать, восстанавливать, благоустраивать. И мы будем жить в нормальной стране. Не дни, но часы. Остались до боя Владимира Кличко с Брайтоном Дженнингсом. Украинский чемпион выйдет на ринг в Нью-Йорке. Как спортсмены готовятся к бою, видел мой коллега Дмитрий Еловский. Он расскажет все подробности. Последние билеты распроданы. Легендарный Мэдисон-Сквергарден ждет чемпиона. За Владимиром Кличко вся Америка следит уже много лет, но такого ажиотажа вокруг его персоны еще не было. Промоутеры признаются, это самый прибыльный бой Кличко в этой стране. Накануне состоялось традиционное взвешивание боксеров. Поддержать Володю пришли такие прославленные и легендарные боксеры, как Эвендер Холлифилд или, например, Ленокс Льюис. Интрига колоссальная. Последние несколько месяцев все только и делают, что обсуждают этот бой. С одной из страны Кличко, конечно, самый титулованный боец мира. В другой злые языки с удачей, к нему уже почти 40, возраст обязательно скажется. Против украинского боксера на ринг сегодня выйдет молодой и не знавший ранее поражений боец из Филадельфии по имени Брайан Дженнингс и по прозвищу Бай-Бай. Конечно, трибуны Нью-Йорка будут болеть обязательно за него, но в этот город уже приехали тысячи украинцев. Они готовы поддержать нашего боксера и всю Украину. Украина! Вперед! Кличко! Несмотря на то, что Владимир Кличко уже десятилетия не знает поражений, ему явно придется нелегко. На этой арене он когда-то выступал и выигрывал, но по традиции. Его соперник сейчас, пожалуй, самый сильный из всех существующих, самый достойный. Но точно ясно пока одно. Битва будет очень зрелищной и увлекательной. Украина сможет и следить за этим боем в прямом эфире нашего телеканала. Ночь большого бокса начнется на Интере в 22.30. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Кто запустил манго венесуэльского президента? Зачем понадобился стриптиз на стадионе? И что заставило лайнер турецких авиалини совершить экстренную посадку? Об этом и не только в нашем обзоре. Пассажирский лайнер турецких авиалиний совершил экстренную посадку в Стамбуле. Самолет следовал в Милан, но пилоты вынуждены были развернуть аэробус спустя несколько минут после взлета. Загорелся двигатель. На этих кадрах видно, как пылает правый мотор, а из нижней части самолета идет дым. Экипаж аэробуса А-320 сложной ситуации не сплоховал. Самолет успешно посадили. Никто из 97 пассажиров не пострадал. Достучаться до самого президента жительница Венесуэлы Марлене Оливу запустила в главу страны манго. Фрукт угодил Николасу Мадуру прямо в голову, когда он открывал новую транспортную линию и сам сидел за рулем новенького автобуса. Во время обращения к народу Мадуро показал фрукт. Оказалось, прямо на нем Марлене Олива написала, что лишилась жилья и оставила свой номер телефона. Мадуро уже пообещал женщине новую квартиру и сказал, что обязательность есть манго. Он пошутил, мол, у него с этим фруктом есть нечто общее. Мадуро с испанского переводится как спелый. Раздеться ради любимого футбольного клуба пообещала итальянская модель Рози Маджиули. Девушка станцует стриптиз прямо на стадионе, если у клуба Парма найдется новый инвестор. Маджиули говорит, готова пойти на все ради родной команды. Девушка известна Виталия благодаря откровенным снимкам в глянцевых журналах, а также съемкам в телешоу «Большой брат». Сейчас клуб Парма банкрот, его выставили на продажу. Цена 20 миллионов евро. Олимпийский чемпион 1976 года публично сознался, что он теперь чемпионка. Легкоатлет Брюс Дженнер в прямом эфире одного из американских телеканалов заявил, что он женщина. В 1976-м на играх в Монреале Дженнеру не было равных в изнурительных соревнованиях в 10-ти легкоатлетических дисциплинах. Теперь он рассказал, что родился с душой женщины. Долгое время не мог открыть эту тайну и даже подумывал о самоубийстве. В прямом эфире Дженнер подтвердил, что сделал операцию по смене пола. Обезьяна атаковала туриста на севере Индии. Нападение примата сняла одна из камер видеонаблюдения. Парень, решив подразнить животное, которое мирно сидело на ограде, показал средний палец руки. Обезьяна отреагировала агрессивно и моментально отомстила обидчику. Турист отделался испугом и царапинами. Киевская книжная ярмарка бьет рекорды и по количеству посетителей такого наплыва во время кризиса организаторы никак не ожидали. И по продажам. Тираж какой книги полностью раскупили за два дня, знает Татьяна Авинникова. Два по 15, два по 30, да, это 6 апреля. Кассиры продают билеты прямо на улице. Очередь в кассу на 250 метров и люди все идут потоком. Это пятый юбилейный книжный арсенал в Киеве. Организаторы говорят, не ожидали такого огромного интереса. Год, когда цены на все подскочили в разы и украинцы начали экономить. Говорят, в этом главная особенность нынешнего книжного форума. Людям у часы таких великих исторических потрясений потребны мистецтво и потребна культура и потребны читания. Просто выбух интереса до украинской книжки. Еще одна черта нынешней книжной ярмарки короткие литературные формы. Сегодня авторы не пишут длинных романов. Вместо них эссе, публицистика, поэзия, художественные репортажи. Писатели говорят, на них повлияли события в нашей стране за последний год. Главные темы, конечно, жизнь во время военного конфликта и волонтерства. Первый тираж книги «Волонтеры» полностью раскупили за пару дней. «Волонтеры» — уникальный литературный эксперимент писателя Ирены Карпы. В одной книге сборники она объединила единой темой произведения десяти совершенно разных по стилям современных украинских авторов. Кто-то писал про шпиталь, про те, какие там драми разгортаются, которых выстачает не на один сериал. Кто-то писал про школу, про те, как принимают дети. Это сегодня феномен волонтерства. Кто-то писал просто про один день там на складе, куда вот такие на передовую буквально отбывается сбор селяких вещей. Дуже проникливо, дуже людяно, дуже отчувается там боль, стражение одних и намагание допомогти інших. Первый наклад был 7 тысяч премьерників. Наразі ничего немає. Все продано. Уже мы готовим другий наклад цієї збірки. Завтра заключительный день книжного арсенала. Судя по сегодняшнему дню, организаторы предполагают, придет рекордное количество посетителей и уже планируют в следующем году увеличить площадь книжной ярмарки. Татьяна Авинникова, Сергей Коваль, подробности телеканал Интер. И прямо в эти минуты мои коллеги из подробностей недели готовят завтрашний выпуск и вот о чем пойдет речь. Подробности недели. Свежий взгляд на главные события страны. Бокс больших достижений. Только в нашей программе все детали боя Кличко и Дженнингса. И битва при коалиции. Кто отправится в нокаут, а кто останется в дураках. Не створите, будь ласка, напруге. Снова перетасуют и переиграют. Будет ли колода целой или карты разлетятся. Тарифная петля. Платим тоже, но дороже. Это на моем и на всем. Насколько поднимут коммуналку? Полоса отчуждения. Широкина. Без власти и надежды. По улицам Широкина мы передвигаемся пригнувшись. Работают снайперы. Идем вдоль железного забора, но даже он не может гарантировать безопасность от пуль и осколков. Ничьи люди. Донбасский дневник Андрей Лоща. Там собака, как мы половину кораблей потеряли. Давайте выпим последний спуткваган. Роман Бачкала с шокирующими фактами о сдаче Черноморского флота. Да не нужен нам этот русский мир. Нам нужен украинский мир. Секретные съемки участников хрымских событий. Только в подробностях недели. События, люди, явления не пропустите. Восемь вечера. В воскресенье. Завтра в 20.00. Подробности недели. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова